Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, в нашей традиционной рубрике прогноз предлагаю, как обычно, подводить итоги торгового дня. Полистаем любопытные новости, затем посмотрим, что происходит на российских рынках, что происходит на американских рынках. Разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, затем заглянем в три моих портфеля. Напомню, что инвестирую через брокер открытия, там у меня российские активы и также у меня два брокерских счета в Тинькофф. На ИС у меня американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды. Ну и в завершении, как обычно, попытаемся спрогнозировать, поразмышлять, чего нам ждать от дня завтрашнего. Погнали, друзья! Ну, наверное, основное событие вчерашнего вечера, ну и сегодняшнего дня отчасти, это все-таки состоявшаяся встреча в формате онлайн-конференции стран ОПЕК, ОПЕК+. Ну и, в общем-то, никаких неожиданностей не произошло. Случилось именно то, о чем вчера мы с вами предполагали. Действительно, страны будут наращивать добычу в рамках ранее достигнутых договоренностей. То есть, если по июль включительно сокращение составляло 9,7 миллиона баррелей, то с августа эта квота будет уменьшена. И, таким образом, сокращение снизится до 7,7 миллиона баррелей. Но есть некоторое исключение. Дело в том, что не все страны, а в рамках договоренности участвовало 23 государства, так вот не все из них добросовестно исполняли свои обязательства по сокращению в период с мая по июль. И эти страны будут обязаны наверстывать то отставание, которое они допустили. И, друзья, в числе этих стран, в том числе Россия. Ну, правда, она там не самый большой штрафник. А вообще, этот список выглядит следующим образом. Это Нигерия, Ангола, это Ирак, Казахстан, ну и, собственно, Россия замыкает эту пятерку. И, в общем-то, с учетом того, что эти страны должны будут докомпенсировать, соответственно, вот это снижение, то реальное увеличение добычи составит с августа не 2 миллиона баррелей в сутки, а всего лишь 1,2 миллиона. Но, тем не менее, нефти на рынке окажется больше, чем предыдущие месяцы. Ну, друзья, в принципе, это тоже, наверное, было ожидаемо, потому что ОПЕК не может, скажем так, сдерживать добычу в ущерб себе, потому что мы знаем, что другие нефтедобывающие государства, которые не входят в этот альянс, они уже вовсю качают по максимуму. Ну, в том числе, это Канада, Соединенные Штаты Америки, Скандинавия и так далее. Поэтому ОПЕК здесь, и так, я так думаю, сделал все, что мог, что было в их силах, и теперь они будут разгоняться. Также сегодня интересную новость вычитал на сайте РБК. И, если вы не в курсе, был недавно большой скандал. РБК опубликовала новость касательно Роснефти о том, что Роснефть продала свои активы в Венесуэле. Ну, и там, в общем-то, какая-то была некорректная формулировка, по мнению Роснефти. Роснефть за эту формулировку зацепилась и предъявила к РБК иск в размере 43 миллиарда рублей. И сейчас, я так понимаю, этот иск находится на рассмотрении. И вот, как мне показалось, то, что опубликовано сейчас на сайте РБК, в значительной степени напоминает извинения. То есть, скорее всего, речь идет о каком-то урегулировании досудебного конфликта. Но, во всяком случае, складывается такое ощущение. И мне, опять же, кажется, что РБК начинает каяться за случившееся. Возможно, это одно из условий как раз разрешения, досудебного разрешения данной ситуации. Ну и также новость неэкономическая. 26 июля у нас должен был состояться бессмертный полк, который теперь будет отменен. Причем, речь идет, возможно, о переносе на осень, либо полной отмене, пока точно неизвестно. Ну и, если честно, друзья, я абсолютно не удивлен. Понятно, что в условиях пандемии, как сейчас это все аргументируется, действительно проводить массовые мероприятия, это, безусловно, нецелесообразно и неумно. Но, друзья, у нас прошел парад, у нас прошло голосование по поправкам в Конституцию. Это, в общем-то, наше государство не остановило. Но тут мы понимаем, каковы были реальные цели. А бессмертный полк, по большому счету, наверное, уже никаких стратегических задач не выполняет. Поэтому его можно легко отменить. Но я, во всяком случае, так эту ситуацию вижу. Ну что, погнали на рынки. Индекс РТС сегодня прибавляет 0,18%. Индекс МОС биржи в текущий момент в плюсе на 0,5%. Российская нефть Юрл стоит 44 доллара 50 центов за баррель. И мы видим, что примерно с 16.30 начался неплохой рост. И за день нефть прибавляет 0,34%. А вот бренд в небольшой коррекции, сентябрьский фьючерс, торгуется по 43 доллара 76 центов за баррель. И в течение дня небольшое падение на 0,05%. S&P 500 на старте в минусе на 0,65%. А индекс Доу Джонса теряет 0,27%. Америка пока в коррекции. Ну давайте посмотрим на сегодняшних лидеров на российском рынке. И на первом месте с результатом плюс 16,89%. Компания Ишсталь. Ее мы сегодня и разберем. На втором месте ОМЗ привилегированный плюс 14,24%. И замыкает тройку Ковровский механический завод плюс 10,5%. Также мы тут видим Соликамский магниевый комбинат, ГАЛС Девелопмент, ГИД ПАО, Ишсталь, Росграйн Холдинг, Тамбов Энергосбыт и ОАО РБК. Кстати, интересно. Но не видим мы здесь сегодня нашего многодневного лидера, который просто невероятно рос последние дни. Это компания Южноуральский никелевый комбинат. Но, видимо, сегодня ушла она в коррекцию. Ну, кстати, сейчас посмотрим. Любопытно. Но давайте поближе пока присмотримся к компании Ишсталь. А потом, когда в мои портфели переместимся, глянем, что сегодня происходит с Южноуральским никелевым комбинатом. Так, компания Ишсталь. За месяц плюс 22%, за год плюс 29,38%. А за три года рост совсем слабенький. Плюс 4,55%. 1,055 рублей стоит акция. Сегодня она растет на 155 рублей. Так, цена доход по компании Инвестинг не знает. Дивиденды тоже нам не указывает. Скорее всего, их нет. Давайте посмотрим теханализ. Краткосрочно активно покупать. Подгружаем на месяц. На месяц тоже активно покупать. Скользящие средние 12 к 0, технические 6 к 3. Вот график акций за сегодня, график за неделю, за 30 дней и за полгода. Так, вот у нас коронавирус до середины марта. Потом небольшое восстановление и долгий боковик. И вот, собственно, рост последних дней. За год график тоже в плюсе. И общий график, ну, в целом, можно сказать, наверное, что растущий. Так, детали. Российская компания, производитель специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката, поставляет продукцию на предприятии автомобилестроения, авиастроения, нефтяной и горнодобывающей промышленности, оборонного комплекса и высокотехнологичного машиностроения. История начинается с 1760 года, с основания графом Шуваловым Ижевского железоделательного завода, который в дальнейшем сменил много наименований, был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени и других наград. С 95-го года приватизирован, входит в группу компании Мечил. С 17-го года это ПАО. Дивидендов действительно нет. Ну, вы знаете, друзья, я вот уже давненько эти обзоры делаю. Вот лидеры как-то уже примелькались. В основном компании попадаются там одни и те же, по большому счету. Вот Ижсталь я раньше никогда не встречал. И, в общем-то, сам график акции демонстрирует, подсказывает, что какого-то резкого долгосрочного роста компания не демонстрирует. Ну, вот смотрите, например, с 16-го года практически вот до сего момента акция вообще не росла. То есть за 4 года можно сказать, что даже небольшое падение происходит. Но мне такие активы на долгосрок не нравятся. Они, мне кажется, не совсем перспективны. Но могу ошибаться. Видите, теханализ опять же говорит, что вещь неплохая. Так что кому понравилось, берите на заметочку. Ну и пока не забыли, друзья, смотрим на Южноуральский никелевый комбинат. И здесь, конечно, жесточайший обвал. Минус 30% за день. Ну, друзья, надеюсь, те, кто держал эту акцию в надежде на дальнейший рост, успел ее до этого обвала продать. Иначе, конечно, 30% в день – это серьезное падение. Но рост был до этого очень мощный. Поэтому там, по-моему, процентов на 150 актив вырос. Так что вот так вот можно за день как 30% на акции поиметь, так и 30% потерять. Ну вот, будем иметь в виду, если кто-то размышляет, что с акцией делать, возможно, пришло время от нее избавляться. Ну и давайте смотреть, что сегодня у меня. Начинаем с российских активов в брокере открытия. Тут 466 618 рублей. И небольшой минус 0,12 – 556 рублей бумажный убыток. За неделю, тем не менее, плюс 0,36. Надеюсь, пятница нас не подведет. И плюс 1669 рублей. За 30 дней плюс 6,35% плюс 28 тысяч. За 90 дней плюс 13,5 и плюс 59 тысяч рублей. Сегодня в моем портфеле лидер роста – это детский мир. А, нет, вот уже, друзья, норникель – плюс 1,6%. Детский мир на второе место опустился. И в тройке рос сети – плюс 1%. Также в плюсе «Газпром», «Сбербанк», «Префа», «Лукойл», «Сбербанк». Растет сегодня доллар на 0,32%. Опять за 71 рубль перевалил. АФК-система облигация в плюсе. Акция АФК-система, МТС и Мосбиржа. Остальное в минусе – FXUS, Интерраулин Энерго, Яндекс Юнипро, Полиметалл УГК-2, FXWO и лидер падения – это Полюс. Кстати, сегодня читал новости, что Сулейман Керимов за последние месяцы заработал среди российских миллиардеров больше всего. То есть его состояние практически удвоилось. Сулейман Керимов, кто не знает, и его семья – это владельцы более 70% акций Полюса. Погнали в Америку. Начинаем с EIS в брокере Тинькофф. И здесь сегодня тоже минуса. Минус 1%, 927 рублей бумажный убыток и в активах 87 382 рубля. Ну и все, сегодня почти у меня падает здесь. В плюсе только Merck, Pepsi и Verizon. Падает Nike, падает Microsoft, Intel, Apple, AMD, Line Energy и Abbey. Общий результат по портфелю – плюс 13,3 и плюс 10 260. Ну и второй мой брокерский счет – это фондовый счет. И тут сегодня очень маленький плюсик – 1,1 плюс 97 рублей. Евровый фонд сегодня подрастает на 0,2%. Долларовый стоит в нуле. И таким образом по этому портфелю плюс 1,84 и плюс 1682 рубля. Ну вот такой неоднозначный, друзья, день. В общем-то российские индексы к вечеру вышли в плюс, хотя в течение дня были то в минусе, то в нуле. Но мой портфель сегодня, тем не менее, в коррекции. Такое тоже происходит. Мы видим, что растут именно голубые фишки сегодня преимущественно. А у меня перевес в несколько другие сектора. Так что сегодня пока я в слабых убытках небольших. Что у нас будет завтра? Давайте подумаем, поразмышляем. Вы знаете, как на все происходящее реагирует нефть, пока сложно понять. То есть сделка ОПЕК заключена. Теперь появилась во всяком случае какая-то конкретика. Ну и в прессе вот все случившееся преподносится как бы с позитивной точки зрения. То есть не будет именно резкого увеличения добычи. Добыча будет за счет того, что часть государств будет догонять вот недостигнутые квоты. Добыча будет повышаться не так стремительно. И пока нефть в общем-то держится на тех же уровнях. Даже можно сказать, что немножко прибавляет. Ну и давайте, друзья, в преддверии пятницы все-таки будем оптимистами. И я сделаю оптимистичный прогноз. Хочется мне надеяться, что закроем мы неделю положительно. Но во всяком случае нефтяные котировки нам на это намекают. Ну а как мы знаем, российский рынок от нефтяных цен напрямую зависим. Так что если завтра будет нефть в зеленой зоне, я надеюсь и российские рынки, российские индексы тоже там окажутся. Все, друзья, всем, кому это все любопытно, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком. И учусь инвестировать вместе с вами. Ну если не трудно, лайк за это видео. Доброй вам ночи. Пока-пока.